Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сегодня мы решили задаться вопросом, нужно ли современному христианину, мирянину, если он не священник, не преподаватель, богословие. И какое вообще место оно должно занимать в жизни православного христианина. Как всегда, мы столь обширной теме посвятим некоторый цикл встреч. И беседовать на эту тему мы будем с преподавателем Самарской духовной семинарии, с философом Сергеем Григорьевичем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Доброго дня всем у нас. Для наших телезрителей я проанонсирую, прорекламирую то мероприятие, которое, я не знаю, оно прекращалось или нет на летний период и возобновится в сентябре, школа философии, которую вы ведете при храме трех святителей. И вот сам факт того, что вдруг для совершенно неподготовленной публики, для мирян, преподается курс философии, он в свое время меня изумил, что, во-первых, возник запрос, а во-вторых, что школа только набирает обороты, что люди присоединяются и проявляют к этому живой интерес. Вот сегодня мы начнем с каких-то таких, я предлагаю, общих вопросов. Ну, например, вообще каково определение богословия и каковы его цели, задачи. А потом, может быть, во второй части нашей сегодняшней передачи поговорим о том, как совмещается оно с философией. Кто кому служанка? Вот философия или служанка, богословие или богословие все-таки выполняет некую дополнительную функцию. Ну, давайте вот с места в карьер, что называется. Нужно ли вообще богословие? Я думаю, что ответить на этот вопрос мы сможем, дав определение богословия. Что это за дисциплина такая? Ну, да, собственно, как меня представили, у меня профессиональная деформация. Как преподавателя и как вот человека, имеющего интерес к философии уже не первое десятилетие. Действительно, начинать надо с фиксирования терминов. И вот тут я бы предостерег от наивного понимания, что вот теология, то есть слово о Боге, на самом деле это все гораздо шире, потому что, ну, например, если мы говорим, скажем, о церкви, то есть это все-таки не совсем о Боге, да, или там о первородном грехе, то есть Бог вообще ко греху отношения не имеет. Поэтому я бы предостерег от банального вот такого интуитивного понимания, что вот богословие – это только то, что о Боге. Богословие – это все то, о чем мы говорим, опираясь на откровение. Это как раз вот, да, спасибо за отсылку в этот бесконечный спор между теми, кто считает, что философия несет факел перед теологией, и теми, кто считает, что как раз-таки наоборот, философия несет шлейф за богословие. И тут я хотел бы указать вот на какую вещь. Дело в том, что христианин не может не богословствовать. То есть вот если мы, например, обратимся к святоотеческим писаниям, мы там найдем прямое указание, да, что богословствовать христианин обязан. Только надо очень осторожно к этому подходить. И там есть чудеснейшая формулировка – «богословствую о тех вещах, где ошибиться не стыдно, а оказаться правым почетно». То есть вот есть такие догматы, причем, опять же, предостерегу от карикатурного такого махрового атеистического понимания, что это то, что сковывает. Но нет, это то, что блокирует пути к ереси. Вот тот самый знаменитый халкидонский догмат, что там четыре «не», как не сказано, вот «не так, не так, а как мы не знаем». И поэтому вот надо просто себя вот как-то держать в согласии с теми немногочисленными догматами, которые церковь прямо приписывает, что вот это откровение. И в то же время христианин не может не богословствовать в той мере, в какой он не может не думать. То есть человек все равно сталкивается с вечными вопросами, и он должен хотя бы для себя как-то на них ответить. И я тут хотел бы еще подчеркнуть, что церковь в этом плане не монолитна. То есть есть разные священники, разные авторитетные богословы с разными взглядами на целый ряд вопросов. То есть даже вот такой момент, что происходит на литургии. Вот если литургия – это часть жизни, вот эта знаменитая древняя формула «лекса кредензи, лекса оранди» – закон веры, закон молитвы. Вот если мы во что-то верим, мы ведем себя в соответствии с тем, как мы верим. То есть если мы верим, что можно молиться, то есть если душа существует после смерти, значит, у усопших можно молиться. Если мы считаем, что действительно Господь вычеловечился и оставил нам правила, мы должны жить в соответствии с этими правилами. Вот если мы обратимся к Евангелию, там есть замечательнейший эпизод, когда юноша к Христу подходит и говорит «а вот что мне делать?» И Спаситель отвечает очень четко «возлюби Господу Бога твою всею душою твоей, всею крепостью твоей и всем разумением твоим». И таким образом, если христианин игнорирует вот это вот разумение, интеллектуальную составляющую, то он не исполняет, собственно, завет основателя его собственной религии. Поэтому уклониться от богословства не нельзя, можно только определить вот те темы, где действительно ошибиться не стыдно, оказаться правом почета. Например, Григорий Богослов говорит, ну вот, например, «богословство о телесности ангелов» или о качествах тел после воскресения. То есть если будет правильно, то молодец. Если нет, то, в общем-то, это не относится к тем догматам, которые вот трогать нельзя ни в коем случае, потому что это уклонение. А вот те догматы, которые трогать, все-таки, ну вот символ веры. Да, вот тот костяк, из которого никак. С другой стороны, мы говорим о том, что он должен быть осмыслен современным христианином. А многие христиане, так спроси их между делом, почему мы верим и в Бога Отца, и в Бога Сына, и в Бога Духа Святаго, и не найду, что ответить. Вот в связи с этим тоже вопрос у Максима Исповедника, если мне память не изменяет, была замечательная фраза «Кто молится, тот богослов, кто молится». Вот в данном случае все-таки мы понимаем под богословием, это теоретизирование о Боге, о Церкви, о жизни, или это все-таки некая практика существования внутри Церкви? Вот спасибо за вопрос. Если мы обратимся вот к тому корпусу текстов, который до нас дошел, то есть то, что изучается, скажем, в патрологии, в курсе патрологии в семинарии, то там есть интереснейший момент, какого бы отца мы ни взяли, он никогда не теоретизирует отвлеченному. То есть вот мы, например, возьмем собеседование египетских отцов, и, например, там вот египетский Авва сначала, значит, излагает монахам историю грехопадения, и потом переходит к Аскезе. То есть он предельно конкретен. Вот монахи к нему пришли и просят у него духовного наставления, его духовные чады. Он говорит, вот так мы оказались в этой ситуации, в которой мы оказались, и вот так теперь надо действовать, чтобы из этой ситуации выйти. Или, например, вот какая-то уже русская классика, это Феофан Затворник, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться. Он пишет конкретной девушке, которая вот говорит, а как, вот как. И он не просто ставит себе целью написать большую толстую книжку о Боге, а он пишет конкретному человеку и вот дает прям конкретные советы, как, собственно, вот что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. То есть христианскую мысль не интересует философия сама по себе. Она может использовать философский инструментарий. Более того, повторюсь, это не богословский момент, а скорее вообще человеческий. Вот человек не может не думать, если мы говорим о человеке не как о животном. То есть да, есть животная составляющая, но сводить все человеческое существование к животному существованию неправильно. И, в общем-то, рано или поздно каждый задумывается над теми самыми проклятыми вечными вопросами. Вот. И, соответственно, есть на них христианские ответы, и есть даже более того спектр христианских ответов. Ну вот, честно говоря, сейчас, я не знаю, вы, наверное, тоже как преподаватель это отмечаете и наблюдаете, некое такое антропологическое наблюдение, антропологическое исследование за современным человеком. Почему-то у человека все меньше и меньше спрос на разрешение данного вида вопросов. То есть проблема не в том, вот меня несколько так внутри смутил глагол должен, то есть христианин должен, а вот современный христианин не рассматривает себя как должен богословствовать. И вопросы, в принципе, то есть ладно бы эти вопросы стояли, человек искал на них ответы и не находил, и другое дело, когда эти вопросы, в принципе, перед человеком современным не стоят. Вот все-таки, если говорить не абстрактно, потому что нас смотрит, ну, такой среднестатистический, допустим, зритель, который, опять же, не преподаватель, не богослов, не философ, он задается вопросом, так все-таки зачем мне богословие? Почему без богословия внутри христианства нельзя? Нельзя ли просто ходить в храм? Нельзя ли просто ставить свечки? Нельзя ли просто молиться? Чем грозит пренебрежение богословия для современного человека? И, может быть, тогда и автоматически ответить, естественным образом, о функциях богословия? То есть какие оно функции выполняет внутри вероучения? Ну, во-первых, вот то, от чего никак не увернуться, это Евангелие. Вот уже процитированный эпизод. Спаситель говорит душою, крепостью, разумением. То есть если хоть какая-то из этих вещей, простите, провисает, то получается, что христианин не исполнил слова Христа. То есть как можно называться христианином? Ну, это к вопросу, опять же, о Библии, да, что если мы верим, что это правда, Слово Божие, то, значит, оно должно быть дома, оно должно быть в употреблении, оно должно читаться каждый день. То есть если мы этого не делаем, это вот, ну, как говорить, да-да, конечно, здоровый образ жизни – это прекрасно, и после этого идти не в спортзал, а вот в пивную. То есть это как раз вот зазор между тем, что мы исповедуем, и то, как мы себя ведем в реальности. То есть таким образом, опять же, есть еще один момент – это исполнение христианского долга не по отношению к себе. То есть вот до этого был эпизод «Мэй Господь», да, что Господь так сказал, и, соответственно, мы должны, простите, уметь объяснить на интеллектуальном уровне, на эстетическом уровне, например, вот, а почему, а в чем символика Троицы Рублевых? Бывает очень печально, что человек, там, скажем, 10 лет в церкви, и он не может объяснить язык икон, он его не понимает, он его, то есть церковь предлагает самые разные способы, да, просто вот от эстетики, типа вот как это поется, почему это поется именно так, до интеллектуальной составляющей. Мы не просто слушаем некие заклинания, мы должны осмысленно участвовать в богослужении, а, простите, немалая часть стихир и песнопения и гимнов – это то, что вырастает из догматики. Если мы неверно понимаем, есть тоже хорошая формулировка, что ошибка в теории – это ересь, а ошибка в практике – это прелесть. Тоже знакомое всем состояние. Или же кто неверно исповедует, тот неверно молится. Да, да, то есть если мы неправильно поняли, то, скорее всего, мы неправильно себя ведем, и, соответственно, эта ошибка нас рано или поздно догонит. Намотает на маховик. Ну, как сказать, да, суровая реальность настигнет и зацелует, как говорят. То есть действительно, если речь идет о спасении души, то вот, если нам действительно это важно, то вот тоже интереснейший момент, да, то есть вот богословие – такой отвлеченный момент, это нам не слишком интересно, ну, и это вот, ну, если угодно, дух времени, хотя я бы вот не сказал, что в иные века было иначе, когда приходят, как некий духовный супермаркет. Вот нельзя ли удовлетворить нашу метафизическую потребность? Но все-таки мы помним о гору, вот, как на площадях греческих велись откровенно философские, богословские, после того, как религия христианская стала государственной, откровенно христианские споры. Когда вовлечены были в эти богословские споры все слои населения, то есть не только там где-то высоколобые старцы, епископы, священники между собой спорили. Драка на рынке могла произойти, если вдруг продавец, например, монофизит, вот, что-то там исповедует не так, а покупатель вдруг ему на это обратил внимание. Для нас это сейчас дикость. Я что-то в последнее время не видел, в пятерочке драк из-за того, что кто-то неправильно понимает природу Христа. Вот. И более того, я не вижу этих бесед и каких-то даже дискуссий внутри, то есть, опять же, с целью лучшего понимания, внутри церковной ограды. Вот все-таки, да, то есть я, прошу прощения, перебил, каковы же функции богословия внутри церкви, то есть для чего оно дано. Ведь это же, опять же, можно рассматривать как некий дар. Что оно сохраняет, спасает, преображает? Или вот почему мы не можем его вынести за скобки, не только потому, что у нас есть способность думать, но и, в принципе, мы можем ведь додумать до того, что давайте вынесем за скобки богословия. Оно нам не нужно за ненадобностью. Будем думать, философствовать. Каковы функции богословия внутри церкви? Функции богословия внутри церкви, то есть, опять же, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, это не просто слово о Боге и только о Боге. Это вот про то, как откровение соотносится с нашей текущей реальностью. И вот, кстати, на самом деле, по моему ощущению, никуда вот эта вот вовлеченность широких масс не делать. Просто если мы говорим о вот той ситуации, которую вы описали, то это, простите, человек должен быть сыт, он должен быть в комфорте, он должен иметь вкус, словарный запас просто, чтобы вести дискуссию. Ну, то есть, то, что у греков происходило, климат позволяет, урожай, а теперь давайте по теоретизируем. Ну, так мы это наблюдаем, простите, на форумах. Приходит антихрист, не приходит антихрист, патриарх встретился с папой, что же там было, как ты спасся и так далее. То есть, вот, никуда оно не девается, только это перемещается на вот эти форумы, интернет-площадки, и там мы встречаем самые разнообразнейшие моменты. И если человек для себя не отрефлексировал, то есть, это, если угодно, уровень осознанности. И вот богословие, оно христианина вводит в некую такую вот осознанность, то есть, начиная там с того, что есть откровение. Вот, например, есть хорошее определение, мне, как преподавателю, оно очень нравится, хотя и дано оно не во святых, не во отцах, и не в наших шлейермахерам, о том, что откровение – это знание, которое не может быть получено никаким внутренним способом. То есть, вот, находясь в нашей реальности, мы познаем мир разнообразнейший, микроскопы, телескопы Хаббл, инфракрасные излучения, рентгены и прочее, но вот откровение мы не можем получить, опираясь на те способы, на способы познания, которые нам доступны. И, соответственно, вот вопрос, как соотнести откровение с нашей текущей ситуацией? То есть, если мы не изучаем, например, ту же самую экклесиологию, да, или ту же самую догматику… Поясним для наших телезрителей, экклесиология – это учение о церкви. Да, это учение о церкви, да. То есть, как об этом учат, например, тот же самый православный катехизис, тот же самый учебник догматического богословия, тоже интереснейший момент. В символе веры, вот то самое костяке и скелете, от которого отступать категорически нельзя, после того, как было сказано о Боге Отце, Боге Сыне и Святом Духе, там говорится о церкви. То есть, как же так? Мы говорили о невидимом Бога, никто же виденник держит, мы говорим, да церковь же вот стоит, вот, пожалуйста, Татьянинский храм, вот Трехсвятительский, вот Покровский собор. Почему? То есть, вот эти вещи надо просто как-то в осознанность вводить, или, например, опять же, чтобы банально человека не смутило. Это такой предохранитель, если угодно. Вот если мы упоминаем эпоху христологических споров, то Арий, самый первый из ересиархов, автор ереси, арианство, собственно, как поступал? Он, те, кто пытался провернуть его точку зрения и сказать, что он еретик, он протягивал Писание и говорил, а вот найдите мне в Писании слово «единосущное», и тогда я уверую. И действительно в Писании нет. И вот некоторые вещи человеку надо просто сказать, чтобы он так вот, ой, никогда это не приходило ему в голову. Ну, например, в Евангелии нет мест, где Христос напрямую называет себя Богом. То есть есть те, которые говорят, а не Бог ли ты? Не святой ли ты? Или там, или апостол Петр исповедует, или Фома говорит, Господь и Бог мой, но Христос никогда в Евангелии Богом себя не называет. То есть эту вещь надо просто проговорить. Да, или о том, почему Евангелие и вообще Писание в широком смысле надо читать в русле традиции. Это вот те банальные фокусы, которые показывают семинаристам, когда только начинают изучать курс экзегеза Священного Писания. То есть это как раз вход в уровень осознанности. Что мы знаем, в чем откровение, как оно соотносится. Ну вот, например, апостол Павел тоже ни разу не назвал Святого Духа Богом, хотя он его упоминает наравне с отцом и сыном. Но вот такие вещи, которые надо просто однажды осознать и больше не смущаться, потому что, знаете, человек просто беззащитен. Ему приходят и говорят, а вы неправильно веруете, потому что в Евангелии Христос ни разу себя Богом не называл. Ой, и человек беззащитен. Он должен что-то сказать. Сказано же, что будьте готовы всякому спрашивающему об вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. То есть это не только внутреннее отношение меня с Богом, правильно ли я понял, что хотел сказать Господь. Это еще и отношение, это, если угодно, христианская миссия. То есть опять не исполняемый слов Бога, основателя нашей религии, и не исполняем то, к чему мы призваны. То есть как можно свидетельствовать, вот богословие тогда не надо, когда достигнут уровень святости Серафима Саровского. А что значит быть в духе? И вот он пытался, 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 а потом просто вот возложил руки на Матейл и говорит, ну вот почувствуй. Или вот до тех пор, пока мы не спереду на Тремифунске, который вот взял кирпич и показал. Всем известна эта история. То нам нужен некий интеллектуальный уровень. И более того, каждый христианин призван это делать. Тем более в нашу эпоху уже нельзя сказать, а мы грамоте не обучены, вот там настоятель, вон там барин, а в столице есть какая-то академия, вот сходи туда, и там тебе все объяснят. То есть в этом плане невозможно отрицать, что сейчас у нас грамотность практически стопроцентная, мы надо сильно постараться поискать человека, который не умеет читать. И есть самые разнообразные переводы священного писания. То есть опять же... Сергей Юрьевич, у нас остается совсем немного времени, все-таки мне бы хотелось, опять же, и перебросить мостик в следующую передачу. Давайте закончим сегодняшнюю нашу встречу ответом на вопрос, все-таки нужна ли тогда философия человеку? И как все-таки совмещается богословие и философия? Можно ли богословствовать не будучи, вернее, как не имея расположения к философии какого-то сердечного, душевного, психического и так далее? Или все-таки эти две вещи неразрывны, философствование и богословие? Фундаментальная разница в том, что философия ищет ответ в свободном поиске, то есть философ всегда вопрошает, и пока он не перестанет, когда он перестанет вопрошать, он перестанет быть философом. То есть, как я истоке говорил, философия начинается с удивления. Почему так? И такой вот, если угодно, свободный поиск, а если так, а если так, а если так. Но очень важный момент, философия, когда она появилась, в древнем мире было два определения философа. Первое, философ это тот, кто создает и пишет философские трактаты, вот эти вот умозрительные системы рассматривает, и тот, кто живет согласно философской системе. То есть, если эпикурец, то ты философ, если ты живешь в соответствии с эпикуром. Или Платоник, или Аристотель, это не просто теория, это вот практика. А богословие, оно там истинно задано. То есть, мы пытаемся понять, вот первородный грех есть, как он у нас действует. Вот мы исходим из того, что есть. Потому что вот Ницше, например, сильно спорил с христианством, с христианством и говорил, да, человек несовершенен, да, человек, это то, что должно быть преодолено, преодолено, но зачем отсюда выводить первородный грех, искупление и так далее. То есть, вот для христианина есть откровение, которое уже есть, и его надо как-то соотнести с реальностью. То есть, почему? Вот, и это вызов, от которого, опять же, нельзя уклониться, потому что, ну, вот как ребенку объяснить, что врать нехорошо? На рациональном уровне, вот попробуйте, да, или там, что карьера любым способом, это не всегда правильно. Или, точнее, всегда неправильно. И вот в этом разница. Философия ищет свободно, богословие, оно соотносит то, что уже есть, с реальностью, в которой мы оказались. Но пользуясь инструментарием философа. А, инструментарий один и тот же. Потому что, в силу того, насколько человек разумен, настолько вот разума есть та общая площадка, где встречаются и философия, и богословия. Вот на сегодня мы ставим здесь многоточие. Спасибо большое. Я еще раз проанонсирую, что у нас встреча не одна будет, у нас будет несколько встреч. В конечном итоге мы упремся в вопрос, прошу прощения, о современном состоянии богословия. То есть, какие вопросы сейчас являются насущными, над какими вопросами сейчас бьются богословы современности. Поэтому в следующий вторник присоединяйтесь к нам снова. Мы продолжим этот интересный и захватывающий разговор. Храните всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин